потому что все вы знаете что произошло минувшие дни еще один еще один бодибилдер покинул нас и на самом деле блин честно говоря даже думал я какую тему ролика писать и ничего в голову не лезет сейчас самые новости это по поводу смерти шона роддена еще вот мне саня сказал что там калий масл тоже до после инфаркта он пишет что ему предоставился второй шанса шона роддену не предоставилась второго шанса ребят конечно же во всем виноваты стероиды во всем химия виновата наверное это как бы этот эта проблема эта причина она как бы первостепенная и всех она сейчас успокоит все пошумят пошумят и пойдут опять использовать немеренные дозировки препаратов несмотря ни на что я вот как раз хотел бы эту тему затронуть по сути говоря вот на протяжении всей истории моего канала я никогда не пропагандировал большие дозировки анаболических андрогенных стероидов всегда всех отговаривал потому что это вам не нужно потому что все временно потому что вы считаете что чем больше в каул тем больше растет мышечная масса но это на самом деле далеко не так я уже об этом говорил миллион раз что рост дозировок не соответствует росту мышечной массы потому что генетические данные у всех разные и количество рецепторов которые как сказать там появляются в организме появляются неправильное слово количество рецепторов в организме оно что же такое слово я забыл как бывает так вот когда ты вкалываешь до определенное количество гормонов до организм создает все это делает определенное количество рецепторов вырабатывает вырабатывает пусть будет вырабатывать определенное количество рецепторов и это количество но ограничено должны понимать что если вы в кого ли какую-то дозировку гормонов, например, тестостерона, организм имеет способность выработать такое-то количество рецепторов. Это не значит, что вы, если вкололи больше, организм сделает больше рецепторов. Поэтому дозировки, они должны всегда администрироваться, они должны быть оптимальны, они не должны превышать того количества, которое вообще способен усвоить ваш организм. И я думаю, что это как раз является основной причиной тех побочных явлений, которые влекут за собой уже такие последствия, как смерть. Я много раз слышал такую информацию, что в Америке очень дорого сдавать анализы. Если наши спортсмены сейчас прям очень озабочены этой проблемой сдачи анализов, вот, сейчас современные тренера всех прям, можно сказать, принудительно заставляют это делать. И вы знаете, это хорошо. С одной стороны, это хорошо. Почему? Потому что в лучшем случае, если у вас все хреново даже с анализами, тренер хотя бы не возьмет ответственности на себя за ведение такого спортсмена, у которого все хуёло. И, возможно, узнав свои анализы, этот спортсмен, он хотя бы хоть как-то задумывается о своем здоровье. Поэтому в сдаче анализов ничего плохого нет. Но вот в Америке такая ситуация, что анализы очень дорого стоят. И я больше чем уверен, что большинство, подавляющее большинство спортсменов и спортсменов уровня Шона Роддена не сдавали анализы, не сдают, не смотрят. Поможет ли сдача анализов? Я думаю, что в какой-то степени да. В какой-то степени можно оценить возможности своего организма, когда ты видишь результаты анализа. Когда, знаете, очень часто слышишь такую историю, что ребята, которые мечтают о медалях, об этих пластиковых кубках, да, сдают свои анализы и знающий человек смотрит на них и говорит, ёб твою мать, куда тебе? Тебе лечиться надо, дружище, блядь, а ты, нахуй, этот пластиковый кубок хочешь. Вот. Многие отказываются, да, и... А те все равно продолжают, те все равно продолжают впихивать в себя немеренные дозировки, потому что идет очень массивная пропаганда, в том числе из Ютуба. от всяких заинтересованных людей, которые барыжат этими препаратами и пропагандируют огромные дозировки, очень трудно, очень трудно для людей донести информацию, что это не работает, когда дозировки, количество введенных препаратов соответствует количеству, блядь, нарученной мышечной массе. Это не работает, ребят, пока вы это не усвоите, блядь, вы не то чтобы не накачаетесь никогда, вы себя просто погубите. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, вот об этой проблеме и как раз вот то количество препаратов, которое идет в нагрузку, то, которое не усваивается, те препараты, на которых организм не вырабатывает нужное количество рецепторов, это количество вот этого препаратов, оно как раз и усиливает все побочные явления, вот, и самое большое побочное явление оказывается на сердце, на сосуды, отсюда и инфаркты, отсюда все проблемы с сердцем и самая распространенная причина смерти среди культуристов – это проблемы с сердцем. Поэтому, ребята, такие показатели, как повышенный гемококрит, вязкость крови, оно играет очень важную роль для вашего организма. Нужно, точнее, не нужно добиваться результатов в росте мышечной мышцы вот таким вот страшным способом, применяя препараты, которые повышают очень сильный гемококрит. Задумайтесь об этом. Много препаратов, которые повышают уровень гемококрита, не всегда даже и будет возможно, ну, не то чтобы возможность, не всегда помогает даже разжижение крови. Многие пытаются обойти эту ситуацию с другой стороны, понимают аспирин, понимают и то, и все, но опять же, блядь, я не знаю, честно говоря, о чем еще говорить по этому поводу. У меня слова, короче, не набираются для того, чтобы объяснить эту всю ситуацию. Просто задумайтесь о том, что вы сами делаете со своим организмом и куда вас приведут посредствия приема вот этих вот анаболических стероидов. Я еще раз повторю, это не панацея. Если вы используете те дозировки, которые действительно организм способен усвоить, в большинстве случаев здесь ничего страшного нет, потому что эти гормоны, они не чужды нашему организму. Эти гормоны аналогичные, да, вырабатываются, синтезируются самим организмом, эти гормоны, они жизненно необходимы, особенно тот же самый тестостерон. Но излишнее потребление, оно как раз вот ведет к таким последствиям уже необратимым. Поэтому не бойтесь вы применять фармакологию, главное делайте это с умом, вот, потому что тот же тестостерон, он нужен для решения многих проблем в организме, для той же, там, какой-то дистрофии, каких-то половых функций, еще каких-то моментов. Очень многие знающие люди используют тестостерон в виде ГЗТ, и ничего страшного с ними не происходит. Вот, живут, живее живых, и уй стоит, как говорится, и все счастливы, и все нормально. Вот, основные проблемы от того, что очень большие дозировки принимаются и, самое главное, пропагандируются. Вот, так что, ребят, будьте бережны к своему организму, не применяйте лишнего, вот, не стройте из себя мужика такого, блядь, тестостеронового самца. Поверьте, это никто не оценит. Вообще никто это не оценит. И как-то я прочитал такой текст. Не стоит выебываться, кому-то угождать, кому-то чего-то доказывать, что-то из себя строить, потому что никому вы ничего не докажете, никому вы не нужны будете, кроме ваших близких, когда вы умрете. Никто о вас никогда не вспомнит, вот, близкие вас похоронят, и все, что вы делали, оно останется бесследным для общества. Поэтому не слушайте общество, не слушайте, блядь, слушайте, не знаю, что слушать, блядь, себя слушайте, вот, никогда не обращайте внимания на других, вот, потому что для других вы абсолютно бесполезны, никто вас никогда не вспомнит, вот. Кстати, я сейчас еще, знаешь, что?